Адвокаты просили оправдать экс-руководителя музея-заповедника Кижа Экс-главу Карелии Андрея Нелидова Его обвиняют в получении взяток на сумму более 4,5 миллионов рублей Адвокаты считают, что состав преступления ничем не подтвержден Ранее гособвинитель просил приговорить бывшего главу региона К 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 55 миллионов рублей На суде сам Нелидов неоднократно заявлял, что не согласен с обвинением в получении взяток По его словам, полученные деньги предназначались Ивану Романову За аренду торговых помещений на территории входной зоны музея В строительство которых бывший депутат с партнерами вложили около 15 миллионов рублей Напомним, что Нелидов был задержан 24 сентября 2015 года в своей квартире в Петрозаводске Сократить ставки, чтобы повысить зарплаты Ирина Мирошник рассказала об оптимизации в детских садах Петрозаводска Напомним, сами воспитатели сообщили журналистам, что на деле оптимизация оборачивается работой на износ В детских садах, где все отмечают дефицит кадров, закрывают вакансии воспитателей Теперь следить за детьми будут по формуле три воспитателя на две группы По факту нагрузка увеличивается Люди жалуются на работу по 10 часов в день, но в мэрии это отрицают Ни в коей мере воспитателям нагрузка не увеличивается А вот эти свободные ставки, которые присутствуют в учреждениях Это вообще, я так считаю, порочная практика, что они руководителям распределяются стихийно Это попадет в гарантированную часть оплаты труда всех других работников То есть фонд мы не уменьшаем По словам чиновников, зарплата воспитателя должна уже в этом году достигнуть 28 тысяч рублей В прошлом году средний заработок сотрудников дошкольных учреждений составил 14 тысяч Загранпаспорта нового образца в МФЦ с 1 февраля выдавать не будут Закон о выдаче биометрических паспортов через многофункциональные центры вступает в силу завтра Но в Карелии он заработает не раньше третьего квартала Средств на покупку биометрического оборудования МФЦ пока не получили А теперь коротко о других событиях Сегодня около 11 утра на улице Правды произошло столкновение автомобилей Митсубиси и Ниба По предварительным данным водитель иномарки не предоставил преимущества отечественному авто Пострадавших не считая машин нет На пересечении Лыжной и Балтийской произошло ДТП с участием трех машин Камера запечатлела, как один из пострадавших автомобилей едет прямо с улицы Ломоносова на Балтийскую В это время водитель другой легковушки решил повернуть налево на стоянку И оказался на пешеходном переходе, практически на полосе встречного движения В результате столкновения с авто, которое отбросило на третью машину, стоявшую у светофора Никто из людей не пострадал Двое мужчин выясняли отношения в одном из дворов Петрозаводска с битой и перцовым баллончиком Случившееся на Григорьева запечатлела камера Что стало причиной конфликта, непонятно Один из его участников просит откликнуться свидетелей инцидента В одном из ювелирных магазинов центра города около полудня мужчина вырвал из рук продавца Четыре изделия на сумму 90 тысяч рублей и скрылся Полиция вышла на след грабителя 24-летний подозреваемый готовился покинуть город и успел сбыть часть похищенного на сумму 20 тысяч Сейчас фигурант уголовного дела под стражей За коррупционные преступления провинившихся предлагают не лишать свободы, а направлять на принудительные работы По мнению авторов законопроекта, который внесен на рассмотрение в Госдуму Такая мера позволит сэкономить бюджетные средства Расходы на содержание одного заключенного составляют 363 тысячи рублей в год Налоговая служба приглашает петрозаводчан на консультации по заполнению декларации формы 3НДФЛ за 2017 год с помощью специальной программы Занятия запланированы на 7, 14, 21, 28 февраля с 11 до 15 часов Предварительная запись по телефону 710-183 5 февраля с 9 до 14.00 в городской поликлинике номер 1 на Лесном проспекте 40 пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака Ее участники смогут пройти первичную диагностику новообразований кожи и дерматоскопию 10 февраля стартует 36-я гонка Лыжня России Старт массового забега в 10 утра на трассе спорткомплекса Курган Все участники на финише получат сертификаты Организаторы отметят самого юного и самого старшего лыжника До 4 февраля на сайте Петрозаводка спортивной можно подать заявку в электронном виде А с 5 числа лично на стадионе Спартак Финский автомобилист повстречал на дороге в западной части Суами белого лося и успел сфотографировать его Это животное встречается крайне редко В Финляндии и белых сахатах не более 10 особей Эти животные не альбиносы Их окрас появляется в результате мутации, вызывающей частичную утрату пигментации наружного покрова В 2018 году в Карелии начнет действовать государственная программа «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» Она рассчитана на три года Среди мероприятий проекта проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов, выставок Направленных на развитие национального потенциала языка и культуры коренных народов На реализацию этой программы в текущем году выделят почти 4 миллиона рублей Хотелось бы надеяться, что эта госпрограмма не оставит без внимания труд людей Которые не первый год занимаются сохранением и развитием национальных языков и культуры собственными силами Как это, например, делает петрозаводчанка Татьяна Баранова Методист Петрозаводского педколледжа в свободное от работы время переводит на родной карельский язык зарубежные и российские хиты Наша съемочная группа узнала, трудное ли это дело и кто исполняет шлягеры на Карельском Студентка третьего курса нашего университета Анна Туркина не профессиональная певица, поэтому запись в студии для нее испытание С ним она успешно справляется Композиция «Останусь» группы «Город 312» на карельском звучит необыкновенно красиво Эти песни дают возможность еще раз показать людям, что карельский язык жив Петь на родном языке девушку пригласила Татьяна Баранова, человек, который за три года перевел на карельский 16 иностранных и 66 отечественных хитов Как выяснилось, современные российские песни не всегда легко переводить Прежде чем переводить, нужно понять о чем Что хотел сказать русский автор Хотя иногда в русских песнях не очень много смысла, будем так говорить Строчку надо чем-то заполнить, поэтому я вношу свой смысл, какое-то новое произведение С проверенными временем хитами советской эпохи Татьяне Алексеевне работает легче Переводы песен Татьяна Баранова размещают ВКонтакте в группе «Поем по-карельски» Количество подписчиков незаметно выросло после того, как в начале января российский интернет взорвал альбом «Кукушка», куда вошли 13 композиций, в том числе и легендарная песня Цоя Перевелась она не сразу, перевелась после просмотра фильма «Битва за Севастополь» и тогда все получилось В записи диска принимал участие известный музыкант Евгений Богданов Инициатором создания уникального альбома стала общественная организация «Дом карельского языка», которая и выделила деньги для этого Переведенных песен у Татьяны Барановой в шесть раз больше тех, что уместились на диске Недавно спонсоры выделили средства, чтобы записать еще несколько композиций Хорошо, если бы и республиканская власть помогла этому доброму и полезному проекту, который вносит конкретный вклад в сохранение и развитие карельского языка В старину 31 января на стол ставили самовар и слушали, как он гудит Если сильно, значит в ближайшее время ударят морозы А они действительно ударят в начале февраля Так говорят синоптики, и самовар для прогноза им не нужен Погодные условия на территории республики будут определяться областью повышенного давления Поэтому ближайшая ночь холодная, температура 15-20 И местами при прояснениях возможно понижение до 25 градусов Днем тоже температура в районе 10-15 И местами даже до 20 2 февраля температура будет чуть выше Ночью 16 мороза, днем минус 6 Ожидается снег, по центральным и южным районам метели, порывы ветра местами до 14 метров в секунду Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок 3 февраля похолодает до минус 14 А 4, 5 и 6 до минус 15, минус 20 Синоптики говорят, что настоящая зима продержится всю первую декаду февраля На улице Ригачина затопило двор На прошлой неделе городские власти обещали решить эту проблему И не решили Строительство Стелла, Петрозавод, город воинской славы вновь откладывается У мэрии нет денег Зато есть понимание, почему в карельской столице плохие дороги Подробности у дежурного по городу В администрации города нашли научное обоснование плохим дорогам Оказывается, подземные воды слишком близко подходят к дорожному полотну Именно поэтому асфальт быстро приходит в негодность, утверждают в мэрии А еще на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом 214 кило И с этим приходится как-то жить Наш телефон 533232 Давайте делать новости вместе Программу Александра Лычагина смотрите сразу после выпуска А я, Алюна Сяньки, с вами прощаюсь Смотрите нас завтра в это же время До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»